Продолжаем нашу лекцию номер 3 по дисциплине электротехнический материаловедение для студентов специальности электроэнергетика. Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Предлагаю вашему вниманию вторую часть лекции номер 3 по теме электрофизические характеристики материалов, диэлектрической и магнитной проницаемости. Меня зовут Драганова Маргарита Анатольевна, я являюсь автором данного курса, старший преподаватель кафедры энергетической системы в Карагандинском техническом университете имени Аблкаса Сакинова, магистр технических наук. Немножечко вспомним, в прошлой лекции мы рассматривали напряженности поля при включенном и выключенном конденсаторе. И при выключенном конденсаторе продолжаю я. Коэффициент ослабления поля тот же самый, как и в случае увеличения заряда при подключенном источнике, то есть он равен епсилону. Это второе определение диэлектрической проницаемости. Можете даже записать. Коэффициент ослабления поля тот же самый, как и в случае увеличения заряда при подключенном источнике, то есть он равен епсилону определённому. За счёт чего происходит ослабление поля? Рассмотрим этот вопрос подробнее. Здесь придётся обратиться к понятию поляризация. Как известно, молекулы состоят из атомов, окружённых электронными оболочками. При этом электроны могут равномерно распределяться по молекулам, а могут также концентрироваться на каких-либо атомах. В первом случае говорят, что молекула не полярная. Например, молекула водорода или атом гелия или молекула бензола. Это не полярные молекулы. В другом случае в молекулы образуются области с положительным и отрицательным зарядом. Если в молекуле можно выделить направление, вдоль которого с одной стороны можно расположить положительные заряды, с другой стороны – отрицательные, то такая молекула называется полярной или дипольной. Если мы сможем выделить в молекуле направление, вдоль которого с одной стороны расположаются положительные заряды, с другой стороны – отрицательные, то такая молекула называется полярной или дипольной. Дипольный момент молекулы D, составляющая вектора, является вектором, направленным от отрицательного к положительному заряду. Это дипольный момент молекулы, не путаться с электрическим током, который от плюса к минусу. Этот дипольный момент является вектором, который направлен от отрицательного к положительному заряду. Численно он равен произведению расстояния между зарядами на модуль заряда, то есть без знака на модуль. Произведению расстояния между зарядами, умноженное на модуль заряда. В неполярной молекуле, под действием электрического поля, происходит смещение электронных оболочек. И при этом в этом случае возникает индуцированный дипольный момент у молекулы, и молекула в этом случае поляризуется. И вот поляризация за счет смещения электронов называется электронной поляризацией. Возникающий дипольный момент достаточно невелик. Диэлектрическая проницаемость неполярных жидкостей и твердых диэлектриков также невелика. Она не превышает трех. Диэлектрики, состоящие из неполярных молекул, называются неполярными диэлектриками. В полярной молекуле под действием поля происходит поворот диполя в направлении напряженности электрического поля. В этом случае, в зависимости от значения дипольного момента молекулы и концентрации молекул, поляризация может быть значительной. Значит, в зависимости от дипольного момента молекулы и концентрации молекул, то есть если их много, то поляризация может быть достаточно значительной. Для жидкостей и твердых диэлектриков с дипольной поляризацией диэлектрическая проницаемость достигает примерно 100 и даже больше, если концентрация молекул велика. Диэлектрики, состоящие из полярных молекул, называются полярными диэлектриками. В некоторых твердых диэлектриках может существовать особый вид поляризации – спонтанная или доменная поляризация. Она существует только в кристаллах, но и даже не во всех, а в аморфных телах вообще ее не бывает. Значит, диэлектрики, состоящие из полярных молекул, называются полярными диэлектриками. И в твердых диэлектриках может существовать особый вид поляризации – спонтанная или доменная поляризация. То есть в твердых диэлектриках тоже может существовать, но только в кристаллах. Оказывается, иногда в среде возникают самопроизвольно микроскопические области с поляризацией, которые получаются при смещении положительно заряженных ионов решетки в одну сторону, а отрицательно заряженных ионов – в другую сторону. Микрообласть со спонтанной поляризацией называется доменом. Обычно размер доменов составляет микроны и десятки микронов. Суммарный дипольный момент любого образца равен нулю, так как дипольные моменты доменов направлены в разные стороны. Значит, еще раз повторяю, что если в среде возникает самопроизвольная микроскопическая область с поляризацией, называется спонтанная поляризация. И вот эта микрообласть со спонтанной поляризацией называется доменом. И он достаточно мал и составляет микроны или десятки микронов. На этом я заканчиваю вторую часть нашей маленькой подлекции, лекции номер 3. Вторая часть заканчивается. Всего доброго вам. Ждем третью часть лекции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...